Сегодня мы видим уже начавшиеся процессы распада единой системы разделения труда. Они пока идут очень медленно, но они уже идут. Их пытаются приостановить. Например, Соединенные Штаты Америки пытаются втащить Евросоюз в зону свободной торговли. Давайте смотреть правде в глаза. Поскольку в Евросоюзе налоги и вообще издержки выше, чем в США, то создание зоны свободной торговли в условиях экономического спада приведет к тому, что Западная Европа деиндустриализируется так же, как деиндустриализировалась Болгария, Прибалтика или даже Великобритания. И тогда Евросоюз становится сырьевым придатком Соединенных Штатов Америки. Это мечта Соединенных Штатов Америки. Если Евросоюз это допустит на этом образовании, можно ставить крест. А в этом смысле мы будем сейчас смотреть в ближайшие годы на борьбу двух тенденций. Усиливающихся центробежных создания валютных зон, локальных систем разделения труда. И, соответственно, попыток, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки предотвратить этот процесс. Я склонен считать, что объективные экономические процессы возьмут верх, и, соответственно, все-таки мир развалится на несколько систем относительно независимых разделения труда. Ну, у неэкономики не существует такой единой теории, потому что теория разделения мира на валютные зоны, которые мы описали еще в нашей книге 2003 года, «Закат империи доллара и конец пакса Американо», она, конечно же, укладывается в логику неэкономики, однако там есть и другие варианты. В частности, Олег Григорьев, который, собственно, главный теоретик неэкономики, он говорит, что на самом деле еще нет однозначного решения, куда мировая экономика пойдет. А вариантов на самом деле три. Значит, вариант первый – общий хаос, когда, соответственно, экономика валится не в первобытное состояние, но, грубо говоря, ситуацию 18 века. Это ситуация, при которой есть одна зона, а все остальное превращается в хаос. Это, собственно, вот та линия, которую пытаются сегодня реализовать Соединенные Штаты Америки. И в эту зону включить страны золотого миллиарда, то есть Евросоюз и США, может быть минус Япония. А вот что касается варианта третьего, это где-то 5-6 независимых относительно и, в общем, примерно равноправных валютных зон. Это, конечно, с точки зрения развития человечества оптимальный вариант. Ну, вообще говоря, смена экономических моделей – это дело сложное. Иногда она занимает много десятилетий. А в случае же с экономической наукой все еще усугубляется тем, что современная экономическая наука работает в паре с финансовой элитой. Собственно, она обосновывала конструкцию, при которой вся экономика стала придатком к финансовому сектору. Доля финансового сектора в перераспределении прибыли в экономике выросла примерно в 5 раз. Ну, и в этой ситуации больше половины прибыли, образующиеся в мировой экономике, сегодня перераспределяются в пользу финансового сектора. Понятно, что вся мощь этих денег, этого влияния направлена на то, чтобы сохранить эту науку. Я думаю, что что-то измениться может только после того, как кризис, так сказать, вступит в полную силу, потому что в этом случае масштаб влияния, соответственно, финансового сектора в экономике упадет столь же основательно, как он до того вырос, правда, сильно быстрее. И тогда все альтернативные экономические теории, там, начиная от австрийской и кончая нашей, вполне себе выйдут на поверхность. Но в заключении можно сказать, что теории кризиса, вот в том виде, в таком более-менее полном, сегодня существуют только у нас, у неэкономики. Но если мы вспомним, что ФРС создавалась для того, чтобы снять риски с банковской системы, то мы видим, что и нынешние действия – это тоже снятие риска. Эффективность очень низкая, и она все время падает. И в этом смысле, я думаю, что уже через 2-3 года эти механизмы эмиссионные уже ничего давать не будут. Тут уж никуда не денешься. Но вместо этого начался экономический спад. Где-то в четвертом квартале прошлого года он будет только нарастать. Поэтому я склонен считать, что где-то в начале следующего года российское руководство будет отказываться от либеральных методов управления экономикой. Разумеется, это будет процесс долгий и мучительный.